Ну что, сейчас иду, иду. Конечно, одеваемся. Первые недели в младшей группе детского сада. Иногда маму зовут все сразу. Все это 20, а то и 30 человек. И на всех один лишь педагог. Конечно, есть еще помощник-воспитатель, но и вдвоем кажется невозможно справиться с двух-трехлетками, зовущими маму. А все ходить на прогулку, а спать уложить, а накормить. Вот так. Молодец. Молодец. Вкусненькая каша? Да, рис. И вот так каждый день. И каждый год. Галина Грантовна в саду полтора десятка лет и только с самыми маленькими. С теми, у кого так называемый адаптационный период. В саду Видного номер 9 ей доверили ясельный возраст. Педагог рассказывает, перед началом учебного года с воспитателем-напарником побывала почти в каждой семье. С детьми познакомилась на их территории. Мам, пап в домашних условиях расспросила об особенностях малыша. Я даже всем советовала бы нашим коллегам, чтобы не стесняться. Вначале как-то думаешь, ну, стыдно, как идти, а потом привыкаешь. Я сейчас привыкаю, я спокойно хожу, вот как-то прям звоню с радостью даже, и они принимают, и мы с радостью. Методика, может, и не нова, но именно здесь, в 9 саду, нашла исключительно положительные результаты. У Любови Кузьминишны Пыхтиной, только как у педагога-руководителя, четвертьвековой опыт. Говорит, что если в группе малыша встречает тетя, которая с ним уже знакома, дело принимает совсем иной оборот. Родителям такая практика тоже по душе. Почти всем. Но многие уходят от этого, потому в этот период бываем на даче. И они считают, что так бы вашему ребенку не повезло. И опыт показывает, что действительно, те дети, которых воспитатель не смогла посетить дома, как правило, адаптируются к детскому саду сложнее. Конечно, все равно ревут. Секунда педагогического простоя, и все в один голос. Каждый миг надо отвлекать, завлекать, играть, плясать, как минимум что-то рассказывать. Только в ясельной группе есть инструмент, как в музыкальном зале. Здесь воспитатель профессионального мусоработника. Это, безусловно, по несколько раз в день спасает ситуацию. Калина Грантовна, вот я еще раз повторяю, она очень понимает этих детей, потому что ей большой опыт. Но самое главное, она их любит. Она просто их любит, потому что я знаю, что во время тихого часа, например, когда ребенка наносит на руках, она качает, если это нужно качать. Пришла в профессию поздно. Только когда своих троих детей вырастила, все 15 лет работают в Видном. На стене в раздевалке грамоты, дипломы, награды. В этом году необычное отчество Галины Грантовны поддержал Грант. Конечно, не за красивое имя. Педагог-наставник. Опыт работы с малышами адаптационного периода передала коллеге. Если не любишь, то не стоит работать с такими детьми. И это, разумеется, оплот педагогической мудрости. Да, в череде манных каш, горшков и слез есть место мудрости. И именно от нее зависит, насколько легко ваш малыш научится жить в коллективе. Татьяна Кременецкая, Алексей Ильин, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.